Командование вооруженных сил Украины отчаянно бросает новые силы на штурм наших позиций. Благодаря грамотно построенной обороне, умелой организации системы огня, профессиональным действием выдержки и упорству российских военнослужащих в продвижении противника не допущено. Только за два дня, 26-27 июля, в районе населенного пункта Работин уничтожено более 400 украинских военнослужащих, 31 танк. Из них три немецких леопарда, два французских, а также 32 боевые бронированные машины. В общей сложности 63 единицы бронетехники. Действительно 45 кораблей различных классов и 3000 военнослужащих. За прошедший месяц в результате успешных действий наших войск в потере противника составили более 20 800 военнослужащих, если говорить точно, то 20 824 человека и 2227 единиц различного вооружения, в том числе 10 танков леопарда, 11 американских БМП Брейдли, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши. Очевидно, что поставляемое западное вооружение не приводит к успехам на поле боя, а только затягивает военный конфликт. Умела организация системы огня профессиональным действием. На фоне неудачного, так называемого контрнаступления, киевский режим при поддержке западных спонсоров сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру. Министерство обороны планирует заключить контракты на общую сумму. С учетом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападения с воздуха и моря. В разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим данные теракты. Активно действовали маневренно и в результате добили...